Тем временем в Институте вычислительных технологий разработали математическую модель распространения коронавируса. Это позволит не только с большой долей вероятности прогнозировать течение эпидемии, но и более тщательно подготовиться к возможной второй волне. Сергей Толмачев выяснял, как работают законы математики и статистики, когда речь идет о непредсказуемой инфекции. Вот так графически выглядел рост числа заболевших в марте. В мае линия уже пологая. Пока она стремится вверх, а когда станет горизонтальной, это и будет означать долгожданное платом. Линейный рост количества заболевших является уже очень неплохим результатом. Мы ожидаем, что все-таки вторая волна будет. Она будет, как обычно, внезапной. Кто-то решит ослабить те самые меры, и это может привести к взрывному росту количества заболевавших. К этой волне и поможет подготовиться новая численная модель. В ней учли и плотность населения, и вероятность контактов с зараженными, транспортные потоки и церковные праздники. Кроме того, в процессе работы выяснились новые интересные данные. Скорее всего, в популяции как Москвы, так и Новосибирской области порядка 50% людей имеют иммунитет изначально к коронавирусу. С чем это может быть связано, это, наверное, больше надо разговаривать с медиками, с вирусологами. Еще одно направление — это статистика поражающих факторов самого вируса. Как он распространяется по организму, какие органы атакуют и как именно. Для каждого конкретного пациента в будущем математические выкладки помогут подобрать оптимальное сочетание медикаментов. Берутся данные РНК-секвенирования, например, из пораженной ткани, из здоровой ткани. Мы можем посмотреть, насколько изменилась работа генов пораженной и непораженной ткани. Соответственно, на какие бы мишени, на какие гены включить или выключить, мы можем попробовать, чтобы как-то вернуть в норму. Ученые работают в составе межведомственной группы, которая предлагает властям научные подходы к ограничительным мерам. Предложения передали мэрам крупных городов. При этом базу статистики пополняют постоянно, и прогнозы становятся более точными. Возможно, работа математиков поможет избежать ошибок при второй волне коронавируса. Она, очень вероятно, осенью. Сергей Толомачев, Антон Мамаев. Новости ОТС. Новости ОТС. Продолжение следует...